В воскресенье 18 сентября наш город выбирал депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Всего в Буе приняло участие в выборах 7,5 тысяч избирателей. Явка составила более 37%. Напомню, что состав высшего законодательного органа страны мы выбирали по смешанной системе, по партийным спискам и по одномандатным округам. Участие в предвыборной гонке приняли 14 партий. Результаты выборов были вполне ожидаемы. На лидирующих позициях 4 политические партии, как в целом и по стране. По опубликованным результатам большинство голосов жителей города Буя 29,43% набрала политическая партия «Единая Россия». Либерально-демократическая партия – 21,09%. Коммунистическая партия Российской Федерации – 20,64%. «Справедливая Россия» – 13,94%. У партии «Родина» – 3,97%. Одномандатный округ номер 107 Костромской области. За право представлять его в Госдуме боролись 9 кандидатов. По результатам голосования жителей города Буя лидировал Алексей Ситников. Он набрал большинство голосов – 31,63%. За Валерия Ижицкого проголосовало – 23,10%. На третьей строчке по числу голосов – Руслан Федоров. У него – 13,16%. Чуть более 10% голосов буевлян были отданы Евгению Трепову. На одном избирательном участке вместе с главой города Валерием Катышевым голосовал и депутат Костромской областной думы, представляющий в региональном парламенте Буй и Буйский район Олег Скобелкин. Для участия в голосовании в нашем городе Олег Николаевич взял в Костроме открепительное удостоверение. Это очень важный выбор, и президент выступал, потому что какой будет парламент, такая будет судьба нашей страны на ближайшие годы, тем более, что впереди у нас и президентские выборы. Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы граждане имели возможность прийти, сделать свой правильный выбор, который они считают, какая партия, какой кандидат более достойный. Сегодня представлено много костромичей, что очень замечательно, на выборах в Государственную думу. Представлены и наши основные партии, ну и, в общем-то, такие, может, те, которые мы услышали совсем недавно. Но, наверное, самое главное, что нужно прийти на выборы и обязательно сделать выбор, тот, который выбирается сердцем, разумом, по делам, но поучаствовать в будущем своей страны. Вот это, наверное, самое главное, чтобы потом не было ни стыдно, ни больно, что ты в этот день отсиделся там, сходил в очередной раз за грибами, или просто посидел, посмотрел телевизор. Приходите на выборы и выберите свою судьбу, судьбу своей страны на ближайшие годы. На территории города работали 16 избирательных участков. На одном из них было написано заявление о нарушении голосования, но в ходе проверки жалоба подтверждения не нашла. У нас, я считаю, что выборы определяющие. Государственная Дума – это основной выборный орган, государственный орган нашего государства. Поэтому очень многое зависит от того, какая у нас Дума. Если вспомнить 90-е годы, когда, ну, конец прошлого века, да, то мы видели в Думе много чудаковатых депутатов, которые вместо того, чтобы заниматься законотворчеством, занимались своими личными проблемами. О государстве никто не думал, поэтому тогда у нас огромное количество было проблем. Ну, и не было еще, наверное, такого сильного президента, поэтому тоже проблемы нашего государства. На сегодняшний день, сегодня вся страна выбирает депутатов Государственной Думы. То есть, я думаю, что определят вектор развития страны на следующие пять лет. Это очень такой немаловажный, я думаю, для нас шаг, кого мы выберем, за кого проголосуем. Ну, это определяют люди, жители в том числе и нашего города. В Буйском районе голосование проходило на 22 участках. На них пришли более 4 тысяч жителей района, что составило более 45% всех внесенных в списки избирателей. Партия «Единая Россия» также лидирует по итогам голосования в районе, как и в городе. Свои голоса за нее отдали 39,84%. Либерально-демократическая партия России набрала 19,34%. КПРФ – 18,47%. Справедливая Россия – 9,62%. У партии «Родина» – 2%. По одномандатному округу лидирует Алексей Ситников. У него 46,51% голосов. У Валерия Ижицкого – 18,4%. Руслан Федоров получил 9,8% голосов. Александр Плюснен набрал 8,13%. Евгений Трепов – 6,91%.